Славься, славься Славься, славься Славься, славься Славься, славься Славься Славься, славься 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 Я автор более 500 публикаций и многих трудов, которые излагают эти теории в переводе, с комментариями. Синтез этих и других знаний, воспринятых осмысленно и критически, привел меня к формированию авторской методологии, которую можно, в какой-то степени условно, но можно назвать семиотикой родной истории. В чем ее суть? Интерпретация одних и тех же событий, как известно, зависит от эпохи, от личности и мировоззрения наблюдателя, а также от географического положения его. Например, история античного Рима по одному выглядит из Рима, по другому с запада и по третьему с востока. Одну тратовку прошедшего события дают летописцы, современники, другую, кстати, летописи переписывают время от времени, другую богословы, третьи дают философы, то есть люди разных специальностей, четвертую политики, ну и, наконец, читатели тоже понимают, кто в лесах, кто по дровах. Для меня история имеет одно удивительное свойство. Когда я рассматриваю ее под углом зрения родовой логики, бесконечное множество разрозненных фактов вдруг начинает выстраиваться в логичную связь, а сами события становятся все более понятными, близкими и родными. Голос крови, называемый в науке генотипом или архетипом, интуитивно и сознательно выбирает себе подобное, а чужое отметает как ненужное или как менее важное. Внешний мир становится полем для исследований и сравнения с Россией. Такое мировоззрение, основанное на следовании национальной традиции, можно назвать родолюбием, родовым сознанием или родовой логикой. спрашивается, что именно нам следует воспринимать, как это освоить и главное, ради чего? Ради чего мы здесь собрались? Одним из главных инструментов познания я считаю семиотику, науку о знаковых системах, которая утверждает, что вся человеческая история есть текст. История, утверждает великий историк Карамзин, продолжаю цитату, в некотором смысле есть священная книга народов. Главная и необходимая. Она есть зерцало их бытия, скрижаль откровений и правил, завет предков к потомству, изъяснение настоящего в пример будущему. К этому следует добавить, что вся божественная природа, включая наше личное тело, есть открытая книга. Существуют вербальные тексты, то есть словесные, состоящие из слова и фраз, а существуют и невербальные. Математические символы, компьютерные программы, музыкальные симфонии, партитуры, кинофильмы. Это все суть языки, но невербальные. Иногда молчание больше значит, чем слова. Рассматривая прошлое, как неразрывно связанный исторический текст, как историко-культурное поле, подобно Бородинскому полю, или Куликову полю, или Талькову полю, где вся действительность пристает в виде совокупности вербальных и невербальных знаковых систем, мы можем толковать, анализировать, комментировать, интерпретировать эту историческую реальность с помощью семиотики в родовой логике. Сказано научно, но точно. Используя этот метод во взаимодействии с другими, в том числе перечислями выше, школами, мы можем строить конкретно историческую модель России, ее в прошлом, настоящем и будущем. Уважаемые слушатели, основы сегодняшнего курса изложены в моих многочисленных книгах и публикациях, которые написаны в самых различных жанрах, от энциклопедий, заканчивая поэзией. Я не буду перечислять их, это невозможно, но я покажу вам наиболее важные из них, и некоторые из них еще имеются у нас здесь. Ну, первый очерк «Крест над Крымом», на основе которого Клыков, скульптор наш, Вячеслав Михайлович, проводил праздник Томярской письменности культуры в Севастополе. Сейчас она устарела, я ее дорабатываю, сейчас бы я совсем по-другому написал, я даже не считаю ее еще зрелой книгой, но тогда она была очень нужна. И как сейчас мы видим, понимание и значение Тавриды и Крыма для России остается актуальным. Ну, первая книга, которая была уже зрелой, это «К пониманию русского», то есть «Что есть русский мир». Это книга, которую читали выдающиеся современники наши, Илья Сергеевич Глазунов и другие, и Платонов, и эта книга вышла в 94-м году. Книга «Венеты предки славян», она рассказывает предысторию славян, и она была переведена в тот же год на славянский, и на следующий год на сербские языки. Книга Анатолия Ивановича Политаева только на первый взгляд биографична. На самом деле, эта книга называется «Беседы о музыке и культуре». Это, по сути, книга русской музыкальной традиции. Книга небольшая по объему, но очень для меня важная, это «Афина» и «Атенеи», потому что «Афина» была обойденем мудростью, а точнее, это одно из имен мудрости, которое по-римски называлось «Минерва», а по-православному «София», и есть другие у нее названия. Так вот, я имею честь восстановить российскую традицию «Атенеев», как «Храмов мудрости» и «Аристократических клубов». И я издавал 10 лет журнал «Атенеи». Многие здесь присутствующие прекрасно знают это издание. Вот это единственный оставшийся номер. Кстати, посвящен Международной конференции «Будущее Белого мира». Последняя книжка, вернее, предпоследняя, которую я сделал, она сейчас в феррике 100 экземпляров, называется «Юрий Венелин и начало болгароведения». Вот за свой счет мы ее издали, но я имею честь подарить ее дипломатическому корпусу болгарскому, нашим сотрудникам МИДа, и она уже работает. И есть отклики, и что для меня особенно приятно, еще книжка не успела выйти, она уже переведена на болгарский язык. Я многие годы потратил, ну не потратил, посвятил просветительству, поэтому я издавал многие сборники. Ну, наиболее такой известный был сборник «Россия-Европа», который читал и Наталья Ксена на Рочницкой, высоко оценила, участвовала в его презентации, и Нибальсин, американский русский просветитель. Потом я издавал русскую перспективу сборник, сборник «Варвары», и вышла серия трудов, которые иногда люди видели, но просто не знают о том, кто их подготовил. Ну, это труды Андреаса Готлипа Маша, это собрание сочинений Юрия Ивановича Венелина, благодаря которому, собственно, меня приняли в Кирилло-Мефодиевскую академию, а затем, когда я завершил этот труд, меня приняли в качестве действительного члена. Это уже работа просветительского высочайшего уровня. Это известная книга Франциско Франко, генералиссимуса Франко, «Масонство», труды Хосе Антонио Прима де Ривера, труды моего духовника, отца Дмитрия Дудко, а также моих современников, которые я очень ценю и люблю. Это философа Виталия Ковалева, поэта Сергея Яшина. Это труды современных мыслителей, конспиролога крупнейшего Энтони Саттона, моего друга Гиома Фая, труды словистов, я их фамилии перечислять не буду, может быть, вы устанете, но которые первыми изучали венецкую проблему и так далее. Я считаю, возвращение имен это очень почетная миссия. Я иногда, даже когда говорю о классиках, я привожу такой пример, что если женщина-мать рождает ребенка, дает ему первую жизнь, то порядочный историк, переиздавая полное собрание или собрание трудов выдающегося мыслителя, он дает ему вторую жизнь. Это называется воскрешение. Вот поэтому, конечно, представляете, какая ответственность лежит на нас, когда мы переиздаем труды классиков наших. Ну и, конечно, два журнала, которые сделали меня знаменитым, не только в России, но и за рубежом. Это сначала журнал «Наследие предков», а затем журнал «Атеней», «Атенео». Кстати, те, кто не имеют возможности приобрести, поскольку давно они уже стали библиографической редкостью, просто можете зайти на сайт «Атеней.ру», и там выставлены многие, далеко не все, но многие публикации. Ну и, наконец, для иностранцев, которые по-русски не говорят, к сожалению, это мы говорим на разных языках, они не говорят. Я такой сделал сборник на сборнике статьи интервью на английском, немецком, французском и испанском языках. Называется «The white world in my heart». «Белый мир в моем сердце». Ну, белый, я понимаю, очень глубоко, не только с антропологической расовой точки зрения. Это дилемма и вызов 21 века, который еще пока люди не в состоянии многие оценить, но поймут. Когда-нибудь поймут, когда, может быть, будет уже поздно. Вот, некоторые понимают уже сейчас. Так вот, курс, который я предлагаю вашему вниманию, он был опробирован, как здесь упоминалось, в Америке, в Utica College of the Syracuse University. Там я читал курсы «Русская культура и цивилизация» на английском языке. В моем «Альбоматор» в Московском государственном лингвистическом университете в виде курса по семиотике, исторического диалога. В Московском институте национальных и региональных отношений в виде курса «Истоки родного мира». А также в серии лекций, которые я прочитал в прошлом году, вот, пожалуйста, в Бельгии, в нескольких городах, был курс лекций, который назывался «Europe and Russia Common Perspectives». Очень я много сил предложил для его подготовки, и, честно говоря, остался немножко разочарован, потому что очень мало было людей подготовленных воспринять то, что я хотел им, то, что я им смог изложить. Теперь я счастлив, что, наконец-то, я буду говорить эти идеи своим соотечественникам на своем родном языке, а не на английском, или на испанском, или на французском языках. И я уверен просто, что этот курс будет иметь отлик в ваших сердцах. Следует добавить, что я участник и организатор многих, но я не побоюсь сказать сотен семинаров, конференций, просто с 88-го года я постоянный организатор. Это и «Круглый стол к пониманию русского», это и «Общество Прометей», «Творство объединения Собор», это и «Наследие предков» и так далее, и так далее. Вот эти конференции уже международные. Мы проводим эти конференции и в Москве, в Петербурге, в Киеве, в Минске постоянно, в Севастополе в этом году, в Любляне много раз, в Белграде дважды, в Софии, в Мадриде и так далее. Меня за это даже наградили почетным именем масон. Потому что некоторые люди думают, что если человек говорит на нескольких языках, то это значит обязательно масон. Совершенно неверно. Вся классическая русская аристократия, особенно дипломатия, всегда владела многими странными языками. Поэтому мы должны возродить вот эту истинно патриотическую, глубоко интеллектуальную русскую дипломатическую школу и нести не только через государственные органы, но и народную, так называемую, личную дипломатию. Я позволю изложить план курса, по которому я буду работать в течение трех месяцев. Курс будет прочитан по воскресеньям в этом зале с 14 до 16 20-30 часов. Каждое занятие состоит и будет состоять из лекции и семинара общей продолжительностью 2,5, максимум 3 часа. Включаю небольшой перерыв на 20 минут. Каждое занятие посвящено определенной эпохе и теме. Очень сжато, очень емко, но реально. Например, сегодня я излагаю введение в курс, его цели, методологию, обзор библиографии я сделаю в семинаре после перерыва, общий план занятий я излагаю сейчас, главные проблемы еще предстоят, небольшие пожелания к вам, дорогие слушатели, и условия набора и записи постоянных слушателей. Не сейчас. Тема следующей лекции 3 февраля. Истоки родного мира. Вот эта тема, над которой я даже так увлекся, что я забросил свою испанистику и многие другие труды, она меня увлекла, этим истоком нет конца. Очень интересная тема, истоки родного мира до исторических времен, до античности. Славяно-русские древности, Венеды, Скифы, Русь, до христианской эпохи. Языческая, так называемая, мифология, пантеон. Князь Святослав Хоробрый, как символ эпохи. Огромная тема. Потрясающе интересно. Огромное множество материалов, сотни книг, огромный видеоряд. И как-то нам нужно это освоить без шараханий, объемно, емко, четко. Каждая эпоха, как вот, например, через образ Святослава, раскрывается через ключевую личность, через типичную историческую фигуру. Поскольку в этих выдающихся личностях сконцентрировано выражаются характерные черты своей его времени, своей эпохи. Ну, например, 10 февраля, Святая Русь, после крещения, Великий Новгород, потом Киев и Москва, до покорения монголо-татарской Ордой. Символ веры православной и христианская культура в эпоху двоеверия. Народный календарь запятая эпос и фольклор. Владимир, как его именовали, Красное Солнышко, Язычник и Креститель. Очень противоречивая фигура. Очень интересная. Абсолютно по-разному излагается в летописи. Очень противоречивая. Тем не менее, знаменитая и неизвестная. 17 февраля Московское царство от возвышения Кремля до завоевания Сибири. Христианская литература средневековая и иконография, или, правильно сказать, иконопись. Смысл божественной литургии. Царь Иоанн Грозный как образ православного государя. Сейчас на Западе, особенно на Украине, при Балтике, мода отрицания московского периода, что только в Киеве была жизнь. А потом пришли москали, и как бы кончилась русская история. Это глубокое заблуждение. Поэтому, конечно, вот Москву как центр всея Руси нужно освещать с разных точек зрения. Наконец, 24 февраля, рождение империи от Петра Великого до Екатерины Великой. Зарождение отечественной науки и в эпоху просвещения. Примел пример Михаила Ломоносова. Всего два дня назад вот здесь, в этой аудитории, я сидел во втором ряду, потом здесь тоже выступал на трибуне, была конференция международная в рамках православных рождественских чтений, посвященная Леонтию Магнитскому, выдающемуся математику, основателю русско-математической школы. Прекрасно. Более 10 докладов и по-другому выглядит Патриотская эпоха. Не так примитивно, как ее видит Штамповая. Вот так же мы должны осмыслить не только на примере Ломоносова, но и эпоху в целом. 33 марта золотой век российского дворянства. От побед над Наполеоном до поражения в Крымской войне. Масонство и революции Пушкинская эпоха. Усадьбы, как дворянские гнезда. И такие личности, как Юрий Венерин, Чертков, Вельтман, Адоевский. Блестящие аристократические фигуры и забытые, непонятые, неизведанные. Я вот подготовил Венелина, сейчас готовлю Вельтмана, хранитель сокровищ Российской империи. Специальная тема будет, сейчас не могу даже говорить. Директор оружейной палаты Кремля. Понимаете, такие вещи надо нам всем знать, а мы их не знаем. 10 марта расцвет русской, 10 марта не расцвет, а тема. Расцвет русской культуры и науки царской России, или, как мне подсказать, имперской науки. Западники, славянофилы, полемика, вокруг полемики, Белинского и Гоголя, как ядра этой проблемы. Музыканты, знаменитая могучая кучка, как ему перепонимали, если лучше, The Mighty Five. Толстой, Достоевский, Чайковский, золотой век русской культуры. Далее, продолжаем в марте, Российская империя от эпохи буржуазных реформ до войны, 14-го года, вообще до буржуазной революции. Опять эта дилемма, революционеры против консерваторов, Победоносцев и Тихомиров против Бакунина и Нечаева, или наоборот. Достижения дореволюционной вот здесь имперской науки и техники. Потрясающий факт, и здесь сидит мой друг, который составит энциклопедии памяти славы и достижений русского народа. Мы просто не знаем историю отечественной науки. Но для меня было множество открытий. Ну, конечно, Лобачевский, конечно, Менделеев и так далее. И вообще весь серебряный век русской культуры. Далее переходим к началу трагической эпохи, которую Солженицын назвал «Красное колесо». То есть революционный взрыв 17-го года, уже подготовленный очень хорошо, и социалистическое строительство, которое я вначале назвал социалистической реставрацией. Но чтобы не смущать ваши умы, я пока называю строительством. Это потрясающая тема. Тайное и явное в революции. То есть конспирологический взгляд на революцию. От Ленина к Троцкому и Сталину. Русская эмиграция и советские наследники российской культуры. Далее сложнейшая, болезненная, как кровоточащая рана тема. Вторая мировая война и ее последствия. темы кто и когда начал Вторую мировую войну. Я подчеркиваю когда. Сталин против Гитлера. Две модели социализма. Советские деятели и культуры сталинской эпохи. Я не только политика беру, там, Берия, Молотов, Иштанов, Каганович, но и деятели культуры, а обязательно. Сталинский ампир как стиль. Это очень интересная тема. 7 апреля уже весна и у нас будет такая тема, как СССР во главе социалистического содружества. Тоже новое поколение уже этого не знает. От Хрущева до Горбачева. Варшавский договор против НАТО. Достижения науки и техники, советская космонавтика, русские патриоты, обзор от Солженицын, Глазунов, Платонов, Белов и так далее. И диссиденты западники, мы тоже их вспомним хорошим словом. Сахаров, Андрей Вознесенский, Новодворская и прочее. Надо изучать. Постсоветская Россия. Вот мы и перебрались уже в нашу современность. От либеральных и монетаристских реформ Ельцина до государственно-капиталистических преобразований Путина. Раскол Руси. Русский народ в окружении цветных революций. 21 апреля. Тема с элементами прогнозирования. Сейчас очень модно, прогнозы пишут, которые потом не сбываются. Конец мета переносится периодически, каждый год переносится. Но вот у меня называется очень скромно Россия перед вызовами 21 века. Вымирание или возрождение. Вот первая дилемма. От топливно-энергетической модели экономики к новым технологиям. И, наконец, Россия между Европой, Китаем и США. Последняя тема будет тоже обзорная, как сегодняшняя, но уже не открытая, не бесплатная. Она будет сугубо специальной, это общие выводы и подведение итогов по всему курсу. Закономерности, особенности и приоритеты русской цивилизации, новые открытия прошлого, аристократия будущего и очень конкретное награждение наших лучших слушателей и приглашение к сотрудничеству. Теперь я перехожу к ключевым понятиям, чтобы о чем-то говорить конкретно, не только общее. Значит, на тематических семинарах мы будем вникать в подробности каждой исторической эпохи, биографии отдельных личностей, а сегодня уделим немножко внимания, немного внимания ключевым понятиям курса и главным теоретическим вопросам, без которых вообще не понятие то, о чем мы говорим. Ну, какое первое ключевое понятие в названии? Это слово мир пишется через и с точкой. То есть мир не в смысле отсутствия войны, а в смысле развития пространства во времени структурированного космоса или вселенной. Мир, дорогие мои, это не Невский проспект, это не линейка, это многомерное сложное пространство. Он представляет собой даже совокупность различных по типу пространств. Мы можем назвать такие, биосфера, это природа и порода, включая половые различия, география, или по-русски можно сказать дольний мир, дольнее, история, как глубина памяти, прошлое, религия, то есть горний мир, горнее, и как система ценностей, иерархия ценностей, наука и техника, которую можно обобщить под понятием ноосфера, и сейчас интернет осваивает вот эту сферу, коммуникации, это транспорт и связь, очень ныне актуальное киберпространство, которое просто обволакивает и запутывает нас, делает нас иногда даже рабами его, это виртуальный мир, существуют теперь понятия такие, как виртуальная жизнь, даже виртуальный секс, вот, все становится виртуальным и все больше ничего реального и наконец не такая не последняя важность сфера финансов, как вы понимаете деньги решают, но далеко не все, но не учитывать мы это тоже должны, так вот осознающая себя личность, то есть каждый из нас находится на перекрестке пространств и миров, самое сокровенное это его внутренний мир, его личное я, то, что мы называем душа, она откликается на внешние вызовы действительности, познает и анализирует ее с помощью ума, радуется, страдает, стремится к небу или опускается вниз. Помните Оду Гаврила Романовича Державина, имя которого носит наш институт? Я процитирую только пять строк. Из его Оды Бог. Я связь миров повсюду сущих, я крайня степень вещества, я средоточие живущих, черта начально божества, я телом в прахе истлеваю, умом, громам повелеваю, я царь, я раб, я червь, я бог. бог. Вот что такое личность, вот что такое перекресток миров, вот что такое средоточие бытия, вот что такое познание самого себя, мир, выражаясь более прозаично, личный мир, это объективно и субъективно данная совокупность пространств, которой мы в состоянии проживать, используя все имеющиеся в нашем распоряжении органы чувств, в самом, что ни на есть плотском выражении, то есть и зрение, и слух, и осязание, и обоняние, и тогда мы понимаем вечную истину вед о том, что аз брахма есть, то есть бог пребывает во мне, царство небесное внутри нас есть, и не только небесное, вот об этом-то собственно речь, я же говорю об иерархии миров, вот это самое интересное, то, что каждый из нас так или иначе понимает, и вот этот личный мир, мой мир, каждого из вас, он постепенно расширяется от малого к большому, по иерархии, ну представьте себе рождение ребенка, вот родился ребенок, значит, до рождения он знает маму интуитивно, потом он внешне ближайший мир на расстоянии полметра-метр, дальше семья, дальше разрастается личный мир, род, народ, раса или семья народов, суперэтнос, и наконец человечество, и этим понятием соответствует привязанность к месту, а именно дом, для ребенка это чрево матери, дом, малая родина затем, это может быть деревня, село, город, страна, далее географический регион, и наконец планета Земля. Вот эта иерархия, она элементарная и банальная, но когда мы перескакиваем, когда мы нарушаем ее, происходит дисгармония. А что такое русский мир? Русский это же прилагательное. Это то, что принадлежит или относится к Руси или России. Русь это более древное понятие, чем, например, Россия. Россия более молодая, но ему не 20, не 200 тысяч лет. Этноним Русь был известен уже в первые века христианской эры. А Россия как континентальная империя, как Великая империя, складывается, начиная с эпохи Петра Великого. Русский мир это не государство. Это не Россия. Это вообще не страна и не континент. А это целая вселенная, где живем мы. В любом справочнике или в интернете вы можете подчеркнуть статистически данные России. Я процитирую, чтобы вы поняли банальность статических данных, которые надо знать, но они не составляют суть бытия. Вы узнаете, что площадь России составляет 17 миллионов 98 тысяч 246 километров. Население 143, якобы, спорно очень, миллионы человек. Более 100 этносов, основу, которую мы знаем, составляет русский народ. И они формируют Российскую Федерацию, состоящую из 83 субъектов. Мы проживаем в стране с государственным строем федеративная республика президентского типа. Эти элементарные факты образно обобщены в государственном гимне, который вы все хорошо знаете. От южных морей до полярного края раскинулись наши леса и поля. Одна ты на свете, одна ты такая, хранимая Богом родная земля. Музыку узнаете? Да. А слова дальше. Славься Отечество наше свободное братских народов союз вековой предками данная мудрость народная. Славься страна мы гордимся тобой. То есть то, что выражено в Конституции оно кратко выражено в гимне. Раньше когда летописцы писали слово о Руси о светло светлое красно украшенное земля русская и многими красотами ты удивлена эси озерами глубокими чащими там густыми и так далее и так далее это было описание Руси той эпохи. А как нам описать вот этот мир бесконечный о котором я буду говорить? Нет такого гимна. Нет такого гимна. Невозможно всю сложность битья тем более развивающуюся передать в таких словах. но какие-то основы должны быть вот они и есть бескрайние одна такая мы гордимся тобой. Я перехожу к изложению структуры нашего русского мира. Если мы рассмотрим русский мир с точки зрения теории многомерности то увидим что он состоит также из нескольких пространств. Ну первое пространство мы говорили физическое или географическое. Как мы только что заметили оно представляется совокупность территорий объединенных названием Россия или Российская Федерация. Они имеют свои измерения тоже длину ширину высоту и достигнув некоторого предела могут рассматриваться уже как государственные или административные границы. Вот у нас произошло с развалом СССР. Разделили и потом стали называть это государственными республиками. Но территория России никогда не была постоянной величиной. Я подчеркиваю никогда. Славяно-Варяжская Русь не Киевская я сказал а Славяно-Варяжская Русь то есть и Новгородская и Черная и Белая это одно а Московское царство всея Руси это другое другое государство. Российская империя со столицей в Санкт-Петербурге это это не Московское царство это совершенно другое. Хотя конечно есть преемственность. А многонациональный союз советских социалистических республик это преемник Российской империи ничего подобного. Вся идеология СССР первых 20 лет есть прямое отрицание старого мира. Досканально об этом будет подробно. А тем не менее территория общая. Развальная конечно на куски но тем не менее. ну а скажите нынешняя расколотая Россия обороняющаяся уже вокруг Москвы от цветных революций это то же самое что СССР? Нет. А может быть это Варяжская Русь? А может быть это Российская империя? Я когда вот здесь вот у меня спонсоры тут есть проекты я тут спонсоров выделил видите Рюрики значит Романовы значит Советская значит власть и Герпет Нынешняя Российская империя. Это разные типы цивилизаций и ни одна не повторяет можно говорить о количестве но надо понять что всегда она разная и иногда люди говорят а какой у тебя золотой век что ты больше любишь и начинается предпочтение а другое что отрицаем выбрасываем далее мы видим как географическое пространство разворачивается и меняется во времени каждую секунду превращаясь в пространство прошлого не успел я открыть семинар а уже его сняли сфотографировали и уже завтра в интернете на фейсбуке все это будет выставлено и мы скажем что вчера Павел Владимирович открыл свой годный курс и больше никто никогда не сможет его кроме вас посетить с чем я нас и поздравляю и так все постоянно уходит в прошлое а иногда невозвратное очень много мы теряем многие возможности и я их потерял к сожалению поэтому прошлое это постоянно ображуясь реальность история русского мира тем не менее оказывается не бессвязной чередой фактов и нелинейным процессом она конечно не сводится к таблице правления царей президентов или хронологии вой прошлое существует не только как былое то есть то что было когда-то но как но так же как и память о былом помните общество память память о былом и как часть настоящего оно пронизывает тело нации я подчеркиваю тело нации подобно нервным клеткам человеческого организма в этом смысле мир напоминает чем-то матрешку вы помните раньше матрешки были в основном с женщинами а потом пошли президенты помните так вот откроешь одну оболочку а внутри еще одна откроешь а там другая и дальше до самого первого начала важно заметить что вхождение различных пластов элементов прошлого в настоящее происходит неравномерное здесь нет никаких четких пропорций диалектический принцип отрицания отрицания действует не механически в одну эпоху например прежние пласты входят ближе а другие на дальнюю периферию ну например язычество в эпоху московского царства было оттеснено в эпоху киевского всегда было двоеверие а тут сильно оттеснено но уже в начале 19 20 веке снова вот это народное искусство возвращается в виде романтизма затем в виде новых таких языческих школ и учений в эстетике в том числе некий ренессанс таким образом глубина памяти не может измеряться лишь годами днями или часами здесь действуют иные законы отличные от физического мира кроме того для новых поколений здесь присутствуют молодые люди прошлое всегда иное всегда и национальная история для нас становится всегда полна открытий подобно неизведанному миру я не перестаю удивляться не перестаю каждый год каждый месяц каждый день я открываю что-то новое я не перестаю удивляться наименее подвержен изменениям мир горний условно третье пространство та духовная твердыня которую наши давние предки называли небом правью ритой законом а церковь именуют небесным древом столпом истины телом христовым не углубляясь сегодня в православное учение о небесной иерархии я замечу что божественный мир как духовное пространство имеет вертикальную структуру это абсолютный полюс откуда проистекает вселенная где расположен мистический рай он находится на самом верху так сказать на севере за пределами видимой реальности находится не апопатически понимаемый бог то есть который раскрывает себя но не в полной мере а противоположный поиск бытия находится внизу то что называется ад на юге умозримого мира если говорить о церкви то она подобна мировому древу древу арбор мунди языческому роду эросу божественному или в индуизме называется шива линган этот это древо образует трансцендентную ось соединяющую небо и землю через таинство при святой троице то есть дали иерархию ангельских сил святых священников и далее к нам земным грешным братьям здесь действует принцип соборности то есть вертикально иерархического свободного и дифференцированного единства в боге ну можно было бы дальше анализировать русский мир согласно пространствам но в наше время и ваше внимание силы ограничены ну я назову например очень известное популярное модное гендерное пространство когда уже теперь их не два мужской и женской но еще и третий пол появился унисекс сословия на незабытое слово которое было заменено на классы классы это всего лишь категории социальные группы это административные миры в России я имею ввиду у нас это экономные республики округа и регионы с ними очень непросто федеральным органам власти приходится это общественные партии я тут прочитал список зарядившихся партий и вспомнил про Задорнова думаю если Задорнова дать это была бы очень интересная тема 200 с лишним партий все политические все религиозные включая партию любителей идти пиво отдохнуть но я не знаю как вообще можно строить общество я всегда с юных лет понимал что парс это значит часть поэтому у нас один один бог многообразии конечно же одна страна одна армия один народ ну и президент потому что если нет иерархии то хаос вот то хаос это конечно экономические пространства в разных формах и доктринах это финансовые транспортные о чем мы уже говорили и далее до личных миров или можно сказать мирков потому что как сейчас говорят вы займете свою нишу а мы вот с женой решили по другому мы должны не нишу заняться а свою высоту вот мы будем не будем ниши занимать мы будем идти от победы к победе занимать каждый раз более высокую значимую высоту и тем не менее есть вот эти мани миры субкультуры ну вот например рок культура существует геи культура теперь существует и у нас 150 народов в Москве живет у каждого своя субкультура поэтому вот тут надо и подумать надо ли дробиться на вот эти субкультуры или может быть все таки вспомнить о том что мы один народ вот об этом я еще сейчас буду говорить эти миры и мирки пересекаются сталкиваются скрещиваются взаимно дополняют или отрицают друг друга часто они существуют параллельно или наоборот совершенно независимо друг от друга и вот многие люди просто не понимают друг друга мы не понимаем друг друга у нас разные языки и понятия одни говорят по закону а другие говорят по понятиям и живут как хотят да и имели в виду да и имели в виду некоторых да именно так тем не менее русский мир это не полный хаос это не сугубый произвол это не сумма случайных фактов он русский мир имеет фундаментальные связи внутренние закономерности и вектор развития вот об этом я сейчас и буду говорить так что же нас с вами связывает что нас делает единым народом единой нации любую нацию в том числе русскую характеризует совокупность признаков я подчеркиваю это слово совокупность первая родовая основа генетика мама папа бабушка дедушка родословные далее язык родной как средство хранения знаний средство передачи знаний и средство общения коммуникации далее национальная культура которая начинается с семьи с чего начинается родина с картинки в родном букваре с хороших и верных товарищей живущих в соседнем дворе а может она начинается с той песни что пела нам мать с того что в любых испытаниях у нас никому не отнять вот этот национальный мир начинается с голоса матери с языка матери и с интонации матери это и есть культура далее религия традиционная но это очень сложный вопрос потому что у нас господствующая преобладающая культура православная но если древние более древние ведическая традиция как они приплетаются а для некоторых народов россии которые мы не можем отрицать традиционные культуры другие как например ислам они формируют личность поэтому религия не может быть первостепенным допустим православный китаец не является русским а эфиоп православный тоже не является русским общность территории малая родина землячество отечество империя государственный союз следующая иерархия далее это уже признаки социальные приносит к партии к группе и так далее и так далее и прочие связи которые влияют но в пятую шестую седьмую степень поэтому конечно вот эту иерархию обучитывал например очень важен также фактор самоидентификации как человек сам себя определяет вы русский да и конечно я русский а иногда спрашивают раньше в советское время я помню я доклад делал о русской открытии Америки когда прочитали залахнул у нас Колумба открыла Америку а как может быть русская открытия Америки а я всего лишь рассказал о Колумбах российских которые открывали Аляску и так далее Берингово море то есть тогда это было как бомба и люди не сосы мы говорили мы советские люди поэтому то как себе человек идентифицирует это очень важно эволюция развитие человек меняется всю жизнь и остается самим собой своей личностью вот это и есть диалектика которую мы должны понять нормальный человек развивается не нормальный отстает в своем развитии очень важно это иерархия признаков закономерный оптимальный порядок например как я говорил о месте пребывания субъекта русский человек в Америке особо первое поколение мигрантов или в Париже это русский а допустим если человек находится даже на территории России но не имеет вот этих основных генетических воспитательных языков он может паспорт иметь любой цена паспорта недорогая вот это очень сложные вопросы которые сейчас у нас решаются на политическом уровне они конечно болезненные но мы будем подходить конечно строго научно доброжелательно не как фашисты а как доброжелательные исследователи чтобы понять наконец что такое русский мир что такое русский народ поэтому вопреки теориям экономического географического детерминизма именно кровь генетика в совокупности с другими родовыми признаками является первичным фактором этногенеза а не почва не территория и не классовый строй исторически и фактически русский народ является не только главным субъектом национальной истории он является основой ядром и стержнем России государство образующим этносом без русского народа без нашего языка нашей культуры религии Россия немыслима это понимали не только наши друзья но и даже наши враги всегда вся совокупность объективных качеств и субъективных характеристик русского мира развивающаяся по спирали вокруг исторической оси времени сплетается в единую судьбу России всех нас соединяет противоречивая таинственная великая и драматичная судьба России средства от мамонтов как угодно можно написать понимаете бумага все стерпит об этом я как профессиональный историк очень серьезно и так я излагаю теперь основные теоретические проблемы когда мы говорим о родине общество родина журнал родина не надо забывать что это не только место нашего рождения не только родная земля но также отечество то есть то что создавалось и завоевалось нашими отцами как назывались княжества которые передавались по наследию водчинами почему княжеств были десятки даже более сотен это не была феодальная раздробленность как сказал Карл Маркс это были водчины наследие предков и эти водчины завоевания иногда драматичные иногда кровавые были освящены славными подвигами наших предков фатерланд говорят немцы патрия говорят итальянцы а мы говорим родина и отечество и оба слова нам милы деятельная любовь к родине основывается на родолюбии родолюбие это не религия а это этика она основана на почитании предков на всем историческом пути независимо от господствующей в тот или иной период идеологии родолюб противоположен нигилисту критически или критикански более правильно сказать отрицающему прошлое царское прошлое советское прошлое христианское прошлое языческое прошлое ему все равно он говорит мне неинтересно он критикан он нигилист родолюб исследует русский мир родной познает и осваивает его а не судит и не судачит не судите и не судимы будете благодаря родолюбию прошлое становится не только логичным но и актуальным наследие предков приобретает статус насущного и бесценного оно есть настоящее с большой буквы для меня русское прошлое есть мое настоящее подлинное истинное родовое наследие становится смысловым стержнем внутренним светом маяком в буре современного хаоса как говорил мой учитель ну интеллектуальный учитель не прям альтер федорович лосев кто вы вы никто вы даже не точки на одной линии вы точки рассыпанные в хаотическом пространстве единый народ это линия это вектор это то о чем я постоянно сегодня говорю а когда люди атомы что происходит когда атомы распадаются с организмом организм умирает это первое правозвестник смерти атомизация есть смерть тела если территорию россии как современной так и исторической можно измерить точностью до километра и даже метра с помощью современной спутниковой техники то границы и горизонты исторической перспективы ускользают от точного описания я с этим сталкивался неоднократно и продолжаю сталкиваться об этом очень подробно подробно на первой лекции мы хорошо знаем что история русского мира началась не в девяносто первом не в семнадцатом году и она не началась в эпоху петра первого до крещения тоже была Русь а где же те истоки русского мира и наши давние прародины вот на эти проблемы как раз и написаны многие мои труды о которых я обязательно подробно вам расскажу на семинаре другая проблема историка профессиональная это ускорение истории ну это вы ощущаете интуитивно что время идет быстрее и быстрее особенно в жизненном пространстве в детстве час тянется вечность дни пока мама придет с работы пока там папа приедет из командировки а потом годы летят а годы летят и летят так вот история так же летит и ее восприятие непропорционально в обыденном сознании древнейшие времена исчисляются обратите внимание десятками тысяч лет десятками например люди огонь освоили 500 тысяч лет назад прото украинец появился 100 тысяч лет назад пишет на Украине имеется ввиду пещерный человек ну и так далее или например у нас археологические культуры 20-25 тысяч лет тому назад понимаете а христианский период всего длится 2 1 максимум 2 тысячи лет чувствуете разницу эпоха посвящения занимает вообще всего-навсего 2-3 века максимум советский период менее одного века постсоветский вообще два десятилетия постсоветский в котором мы живем и внимание обывателя человека которому история не является как бы предметом его интереса он его знания обратно пропорциональны истории вот я хотел чтобы это запомнили восприятие историки истории обывателем обратно пропорциональны значению истории и он периодически вспоминает он постоянно судачит о современных проблемах он обсуждает Путина кто что сказал что газеты написали вот бабушка надвое сказала потом он иногда вспоминает то что он помнит о советских временах изредка очень редко дает берет на себя смелость оценивать царскую Россию еще реже гораздо реже почти никогда княжеской и уж совсем ничего не знает этот человек о тысячелетних корнях своего родового древа или читает фантастические книжки где ему все расскажут как было не так потому что это же область непознанного там можно сочинить все что хочешь мы потомки Ориона с планеты Орион допустим пришли или там непосредственно от мамонтов как угодно можно написать понимаете бумага все стерпит об этом я как профессиональный историк очень серьезно переживаю так вот как раз я перехожу к проблеме моделей и мифов моделей и мифы о прошлом каждый человек каждый из вас имеет свой миф то есть образ истории свой личный миф осмысливое прошлое субъект ну имеется ввиду мыслящий субъект ориентируется в настоящем и выстраивает понятную ему модель в будущем ну люди попроще это как бы прожить до следующего месяца до следующих выборов продержаться как правило людям ближе и понятнее их личный опыт опыт их родных опыт своего поколения например ветеранам войны а у детей вот моя жена детский педагог у детей маленьких историческое знание вообще отсутствует вот я хочу вам привести пример из моего личного педагогического опыта одна моя ученица школьного возраста когда я рассказал про музыку она сказала о старых песнях Аллы Пугачевой она говорит о какая древность а девочка не имела ввиду возраст возраст знаменитой певицы просто музыка 70-х и 70-х годов прошлого века для нее это что-то очень далекое от ее ультра современного сознания дальше большое значение в оценке тех или иных оценок имеет местонахождение наблюдателя о чем я вам говорил субъект созерцающий мир который находится внутри объекта ну в Москве в Кремле или мы с вами мы видим мир по одному а из Берлина совершенно по-другому я вот читаю на иностранных языках постоянно получаю литературу но мы раньше бы сказали это немецкая пропаганда и так далее но на самом деле это просто другой мир вы с помощью мысли представьте себе немцем рожденный и вы сразу по-другому видите историю Советского Союза представьте себе китайцем на одну секунду и сразу по-другому вы будете воспринимать проблему Востока то есть все зависит от субъекта очень многое внутреннему взгляду характерно породнение как я говорил с объектом то есть с прошлым а внешнему извне например поверхностный туристический или корыстный интерес и прикладной страноведческого характера я работал допустим одна из моих работ была в США там есть хорошие специалисты по России но они что занимаются статистикой занимаются описание экономических моделей всячески нам предлагают эти модели да они потом и работают потому что они не сроднились они не изнутри смотрят они смотрят им все равно они смотрят извне им все равно что будет им эксперимент главное чтобы был реализован грант получил эксперимент прошел все нормально а то что люди умирают миллионами не так важно вот поэтому оптимальная модель мира нашего русского мира надо сочетать внутренний взгляд изнутри и извне а почему внешний тоже имеет например право быть он более например современный а этот более традиционный консервативный а там более современный там привлекаются статические данные математические расчеты но одним словом надо все хорошие знания соединять и внутренний и внешний личный миф или проект может развиваться до авторской концепции вот здесь самое интересное начинается до теории или целой субъективной идеологии идеологии например наша драматичная история имеет такую страшную страницу как например историю запрета книг вот я об этом буду сегодня вот после перерыва там в рамках экстраграфии говорить когда вся фактически дореволюционная литература просто сжигалась и уничтожалась до чего могут дойти амбиции идеологов до инквизиции или политических фанатиков ну более свежий пример просто так освежить чтобы был такой известный журналист Сванидзе он инициировал обсуждение учебника по русской истории в МГУ написали ученые учебник не понравилось Сванидзе условно и он высказал свою точку зрения но это его личный взгляд понимаете и принято решение изъять учебник уволить с кафедры понимаете что происходит вот это для меня как профессиональный историк это просто катастрофа это большая проблема люди не специалисты учат других как писать да 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 есть люди не только хотят ухудшить допустим есть хотят улучшить например известный специалист по древней письменности академик чудинов реконструирует то есть создает в русском духе то я называю это моделирует любые абсолютно надписи средних веков и даже каменного века сейчас он дошел уже до такого абсурда что читает по русски вспышки на солнце и кратеры на луне у него это называется селенографы и гелиографы субъективный взгляд субъективный взгляд очень продаваемый автор год по 2-3 книжки по силе воздействия миф как анекдот часто оказывается сильнее исторической правды вот трагедия где для человеческого восприятия он проще и понятнее иногда даже приятнее слуху и комфортнее не надо много думать не надо изучать многие дополнительные источники не надо ходить на лекции не надо слушать профессионалов как говорится дешево да мило не менее существенной особенностью современного русского сознания является гуманитаризация история это значит что в образовании в солидном в академическом образовании министерском образовании в средствах массовой информации предпочтение отдается литературе и искусству а не науке и не технике включая военное искусство которое вообще не изучается широко я имею ввиду мы являемся свидетелями распространенного культа артистов по русски их называют лицедеи они каждый раз играют новую роль другую роль ягод сыграла столько ролей в своей жизни ягод сама уже не помню кем я только не была а не культ ученых и первооткрывателей или героев религиозная православная традиция свято почитает святых для этого есть иконы святцы чете именей особые молитвы и обряды однако в церкви например не принято говорить о гениях науки и техники но это по понятным причинам как бы это не является миссией церкви консервативные философы кстати не очень любят прогресса я не буду цитировать русских религиозных философов сейчас но они были против поезда соответственно против самолета были такие консервативные философы и потом против интернета и сейчас против нынешних веяний но техника это инструмент технику можно использовать по назначению вот что главное с другой стороны среди современных ученых немало атеистов или позитивистов которые не хотят ограничивать свои знания религиозными канонами боятся религиозного сознания и становятся как я сказал позитивистами другая опасность что возникает в результате конфликт мировоззрений в начале советской эпохи этот конфликт дошел до настоящей войны безбожников с церковью но это общеизвестно разрушались храмы вот храм христа спасителя который мы восстанавливали там был бассейн священников убивали отправляли в ссылку христианскую литературу и историческую и многую как мы говорили сжигали а сейчас наметилась обратная тенденция война идет идеологическая и некоторые клирики уже начинают размышлять в духе инквизиции и тоталитаризм один с батюшкой недавно написал ягод поддерживаю список запрещенных книг а у нас знаете сколько уже сейчас тысячи полторы тысячи уже как я отстал вот я отстал так истории полторы тысячи а один священник ягод поддерживаю говорит надо вы понимаете они оправдывают новые списки запрещенных книг а нафинствуют свободных мыслителей а что говорил Михаил Иванович у Бога я в дураках ходить не хочу ум для чего ум всему голова вот эта борьба идеологии придает иногда абсолютно приобретает совершенно причудливые формы много пик и перьев ломается на этнической почве на национальной когда любовь к своей родине доходит до крайности до шовинизма ну свежий пример у нас у всех на глазах это Украина это исконная Русь которую мы проходили в школе и везде это во всех были на сказках ну мы знаем почти наизусть открываем учебники там целая индустрия налажена которая занята истолкованием прошлого в духе современного политического мифа и читаем об украинских князьях потом я читаю книжку украинские богатыри и даже об украинских богах вот то что старославянский язык давняя украинская мова это уже само собой но господа да Наталья Витренко выступала на домсеминаре бывшие преступники подаются как национальные герои и на ворот героев унижают и предают забвению но уважаемые господа я не хочу как бы на Украину списать какие-то там грехи и особенности у нас в России тоже доходит порой до необоснованных фантазий и даже до паранойи дорогие мои соотечественники общая история делает нас единым народом единой нацией близкими и родными людьми вот почему всегда были и будут желающие переписать эту историю улучшить ее или наоборот оболгать я перехожу очень коротко к тезису о конспирологии это тема которой я занимался и сделал 4 публикации это не конспирация мы не прячемся и не сидим на тайных квартирах это наука о тайных механизмах управления миром о так называемых латентных структурах но профессиональный историк должен знать что история не только искажается но она управляется если ее умалчивают то зачем если звезды не зажигаются то это значит кому-нибудь нужно если книги не издаются то это значит кому-нибудь нужно если русские архивы находятся в Германии и США то это кому-нибудь нужно если масонские архивы уезжают за рубеж то это кому-нибудь нужно и когда мы видим вот эти лживые теории интерпретации умалчивания списки запрещенных книг, то люди начинают искать закономерности, кому это нужно, кто в этом заинтересован. Например, я воспитывался в советское время, которое имело очень много положительных сторон, и об этом мы тоже будем говорить на целой лекции, но я помню хорошо и на уроках социологии, общество веднее называлось, я помню, нам всех учили, что вот-вот скоро наступит коммунизм, кругом висели плакаты и так далее. Но общество одновременно развивалось в предположенном направлении. На лекциях учили в институте научному, атеизм, учебник у меня сохранился до сих пор, говорили, что Бога нет. Как говорил отец Дмитрий Дудков, кого нет? А миллионы людей ходили в церковь. Ходили в церковь. Сейчас нас убеждают, что жизнь становится все лучше и лучше, но факты упрямо свидетельствуют о том, что русское население, русское, я подчеркиваю, а не российское, вымирает. И главное, о качестве они даже не говорят, деградирует. Как в количественном, так и в качественном отношении. В результате коммунистической революции, гражданской войны, затем ГУЛАГа, в тюрьмах погибли десятки миллионов людей. Я сейчас писал очерк о гражданской войне, я не мог, я бросил, я не могу читать вот эти, про эти лагеря, что там было в 37-м и так далее. Полтора миллиона человек, два с половиной миллиона человек в год. А расстреливали тут это, кладбище были. 300 человек в день расстреливали. 500 уже не успевают хранить, уже поверх кладут, даже землей не успевали засыпать. И это все было, и это было от имени, идеологии. Сначала были жертвам революции. Вот кому это надо? Что это, само собой люди шли на кладбище? Или кто-то в этом виноват? Кто виноват? Куи продаст, кому это выгодно? Очень страшный вопрос, потому что сразу находят козла отпущения. Я хотел сегодня раскрыть эту тему, потому что решил не буду. Я специально об этом расскажу на лекции о советском революции. Потому что теория заговоров рассматривает все субъекты заговора, а не только один народ или одну идеологию. Потому что с одной точки зрения коммунисты виноваты, а с другой наоборот. Монарх был плохой, аристократия, немцев надо бить. Убей немца, сказал писатель. Эренбург. Страшная статья. Так что немцы... А Сталин его поправил. Нет, товарищ Эренбург, не убей немца. Немцы, рабочие, да, пролетарии немецкой, германской коммунистической партии, это наши товарищи. Товарищи. А вот гитлеризм враг. Также и ищут виноватых русские среди жидов, украинцы среди москалей и так далее. Ответ на кто виноват, это очень сложный вопрос. Я думаю, что этот вопрос многих привлечет. И, конечно, когда будут семинары по этим темам, здесь тоже будет, наверное, полный зал. Но я буду строго научно рассказывать. Кстати, у меня есть публикация «Кто стоит за кулисами мировой войны». Это несколько теорий заговоров, я почувствую, теорий заговоров, которые постепенно сформировались в конспирологические школы. Вот это и есть тема, которую мы обязательно не только изучим, но и будем использовать. Важный вопрос. Место России в мире. Мы знаем, прекрасно понимаем, что страна наша находится в центре Евразии континента. С одной стороны, с запада Европа, там Китай, там Ледовитый океан Северный поле. Там у нас Солженица неудачно выразился насчет подбрущья. Это юг, там и Крым у нас, там у нас и Средняя Азия очень интересная, там и Индия. И вот наш двуглавый орел распростел свои крылья и смотрит вправо и влево. Это древний, знаете, символ имперский. Но никакой символ не выразит той сложности многополярной политики нашего государства, которая не сводится ни к конспирологии, ни к евразейству, ни к славянофильству. И этот многополярный мир – это сложный вопрос, который не имеет легких ответов. Россия и Европа, Россия и славянство, Россия и Азия, Россия и США – это лишь некоторые направления наших и остров. Наконец, какова миссия России? Есть ли у нас с вами великая цель и ведущая идея, которую мы должны не только понять, но защищать и нести в окружающий мир? Есть ли эта идея? Конечно, есть. Только формулируют ее по-разному. Одни призывают к всемирной отзывчивости, другие – к закону и справедливости, третьи – к державности или к лидерству, как я, например. Коротко и наиболее выразительно русскую идею можно отражать понятие «соборность». Как ее понимать, это тоже тема целого исследования нашего семинара. Если под русским миром мы не будем подразумевать только совокупность идей, литературных источников, произведений искусства, ни культуру вообще и даже не цивилизацию, в узком значении этого слова, а сумму реальности или пространств личных, сверхличных, безличных миров, если мы будем иметь в каждом конкретном месте, измерять его в каждый конкретный период времени, и каждый раз конкретно будем иметь измерения, которые в целом, в развитии как раз и объединяются вокруг этой движущейся исторической оси, которую мы назвали «судьбой России», вот тогда мы сможем избежать примитивных ответов на сложные вопросы современности. Сложные определения, я понимаю, но я против простых ответов на сложные вопросы. Я думаю, что люди сейчас достаточно образованы, чтобы и сложные вещи понять. Конечно, всем нам хочется овладеть священными знаниями, узнать побыстрее тайны политиков, идеологов, заглянуть в будущее, овладеть новыми методологиями. Хотя самое засекреченное – это как раз методология, ноу-хау, то, что высоко ценится, интеллект, прорыв. Но рамки моего курса, к сожалению, не дают возможность ни сейчас, ни даже, наверное, на каждой лекции раскрыть все эти методологии. Поэтому я в заключение первой моей вводной лекции хотел бы выразить несколько пожеланий и наподствий. Уважаемые соотечественники, я хотел бы, и думаю, это наше общее пожелание, что пусть останутся в прошлом, останется в прошлом этот позорный миф о русских, о пьяницах, разгильдяях, фантазерах, нигилистах, нам нужно новое поколение героев, первопроходцев, открывателей, чей лозунг «Русский не курит, русский не пьет, русский здоровье и честь бережет». И я имею в виду здесь не только личную честь, но и честь своей Родины, своей семьи, своего Отечества. Только тогда родятся новые Туполевы, Королевы, Гагарины. Только тогда наша Россия выпрямится во весь рост и заявит о себе, как великая держава, достойное уважения. Одна из наших главных целей, вообще нашего курса, это приобщение к родному миру, обретение ключей в свой собственный родной дом и освоение наследия предков, стремление к воспитанию родовой аристократии, для которой Россия не территория для временного проживания и не средство для обогащения, а любезное сердцу Отечества, оберегать которое, почетная обязанность и ответственность. Часто в последние годы цитируют, приводят строки нашего великого, замечательного поэта Федора Ивановича Тютчева. «Умом Россию не понять, оршином и общим не измерить, у ней особенное стать, в Россию можно только верить». Я бы дополнил мысль классика такими словами. «Давно пора умом понять Россию, разумом измерить, ее пленительной стать, но в победу надо верить!» Дорогие мои, я не могу вас заставить любить Родину, изучать ее или познавать, однако я имею право сделать то, что мне самому по силам, и тем самым подать пример другим. И если я сделаю какие-то ошибки, вы меня исправите. И если кто-то из вас или из других специалистов в конце концов сделает аналогичный курс по качеству и по объему лучше меня, я буду счастлив.